на нашем канале уже есть видео шиповка спортивной резины обычными саморезами после 10 моточасов в режиме стандрайдинга шипами ничего не случилось переднее колесо пришлось разобрать чтобы выкрутить крайние шипы которые задевают вилку задним колесом не было никаких проблем оно до сих пор под давлением основной недостаток этого метода в том что на плохо очищенную души и переднего колеса быстро забиваются и перестают работать чтобы этого не происходило шиповка должна быть реже для редких шипов я использую кровельные саморезы это намного дешевле профессиональных шипов для спидвэя на резине саморезы фиксируются шайбами и гайкой гайка должна быть диаметром немного меньше самореза для вкручивания удобно использовать шуруповерт и накидной ключ саморез врезается в гайку с усилием и надежно фиксируется сперва нужно снять стандартные прорезиненные шайбы с кровельных саморезов для удобства шиповки переднего колеса желательно наметить центр покрышки с внутренней стороны это легко сделать с помощью маркера и шарик размещать ряд в центре нельзя так как мотоцикл будет неустойчив вертикальном положении первые ряды я зашипую по бокам разметки в шахматном порядке так 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 боковых ряды не должны выпирать за габариты колеса чтобы шипы не касались вилки или крыла из-за большого усилия при затяжке гаек шуруповерт быстро садится пока он заряжается можно использовать ручной инструмент заднее колесо шипуется аналогично при такой шиповке необходимо использовать прочную плотную прокладку между резиной и камерой потому что шляпки болтов сильно выпирают и могут ее протереть тест и обзор обоих комплектов смотрите на нашем канале спонсор видео научно-производственная компания супротек супротек производит противоизносные восстановительные составы в том числе и для мотоциклов